Неужели теперь ученые нашли настоящие ответы на вопрос о том, как формировалась наша Солнечная система в поясе Койпера? НАСА обнаружило там загадочные объекты. Действительно ли эти древнейшие объекты Солнечной системы являются недостающими кусочками головоломки, чтобы наконец объяснить наше собственное существование? Ответы на эти вопросы всегда будут приближать нас к пониманию фундаментальных процессов, которые привели к рождению планет и зарождению жизни. И остается вопрос, что еще скрывается в неизведанных просторах пояса Койпера? Пояс Койпера является одним из последних неизученных регионов Солнечной системы. Более загадочным и еще более таинственным является только один регион — облако Оорта, которое расположено примерно от 7,5 триллионов до 30 триллионов километров за пределами гелиосферы. Пояс Койпера, ширина которого составляет около 4,5 миллиардов километров, был открыт в 1992 году астрономами Дэвидом Джуэтом и Джейн Лу. Это открытие стало поворотным моментом в нашем понимании всей Солнечной системы. Джуэт и Лу использовали 2,24-метровый телескоп в обсерватории Муанаке на Гавайях для поиска доказательств существования объектов за орбитой Нептуна. Их упорство было вознаграждено, когда они обнаружили первый настоящий объект пояса Койпера 15760-1992-QB1. Это открытие записало совершенно новую главу в астрономии и подтвердило теорию о том, что за пределами известных планет существует регион, полный небольших тел. Ученые называют эти тела Кейбиос или сокращенно Кайпербелт Объектс. Зерна пыли, футбольные мячи, дома и мини-планеты. С момента их открытия в 1990-х годах ученые подозревают, что внутри этого пояса находится пестрая солянка объектов, большинство из которых являются прямыми реликтами первых моментов формирования звездной системы. Представь себе это так, вначале, вероятно, было плотное скопление пыли и газа, которое начало вибрировать, а затем вращаться все быстрее и быстрее, пока центр облака не нагрелся и не сконденсировался настолько, что родилась звезда. После образования звезды, нашего Солнца, оставшиеся газы и пыль начали сжиматься вместе под действием гравитации, что привело к формированию планеты Зималий. Эти протопланеты позже сформировались во все крупные планеты, которые мы знаем сегодня. Другие сформировались в Луны, а третьи так и остались бесформенными комками, которые прикрепились к планетам в качестве менее круглых спутников или свободно путешествовали по Солнечной системе в качестве астероидов. Все материалы, которые не пошли на формирование более крупных тел, скопились в таких регионах, как пояс Койпера, облако Оорта или в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Эти объекты остаются практически неизменными на протяжении 4,6 миллиарда лет. В отличие, например, от нашей Земли, они не претерпели серьезных потрясений и изменений. Поэтому КБО и подобные им объекты дают нам уникальные сведения о химическом составе и физических условиях ранней Солнечной системы. Более одного триллиона объектов разбросаны по поясу Койпера шириной 4,5 миллиарда километров. Размеры объектов в этом регионе варьируются от крошечных песчинок пыли, гальки и камней с размером футбольный мяч до валунов размером с семейный дом. В поясе Койпера, вероятно, также находится множество астероидов и, возможно, комет, причем облако Оорта – это фактически дом комет. А еще в поясе Койпера находятся карликовые планеты, включая Плутон. Вероятно, объекты пояса Койпера скопились здесь сразу после своего формирования. Вероятно, такие регионы, как пояс Койпера и пояс астероидов, были образованы гравитационно благоприятными полями, которые благоприятствовали скоплению объектов в этой области. Сегодня мы можем радоваться тому, что все эти объекты достаточно надежно связаны в Солнечной системе, ведь если бы они безудержно летали вокруг, то все они представляли бы потенциальную угрозу для нашей планеты. Только в поясе Койпера насчитывается 1 триллион объектов, еще 1,1 миллиона в поясе астероидов. А сколько объектов скопилось в облаке Оорта – пока чистая спекуляция. Однако, скорее всего, их там еще триллионы. Другие планеты могли прийти в движение в ходе развития Солнечной системы и сформировать жизнь, подобную нашей домашней, только потому, что эти объекты были надежно связаны. Обнаружено 100 новых карликовых планет? Если мы достаточно хорошо знаем, как формировались и изменялись со временем крупные планеты, такие как наша Земля, Юпитер, Сатурн и все остальные, то как и почему эволюционировали карликовые планеты до сих пор практически неизвестно. Почти столетия мы знали только о Плутоне и почти столько же времени включали его в наши фиксированные 9 основных планет Солнечной системы. Затем наступили перемены с открытием пояса Койпера и обнаружением таких увлекательных объектов, как Эрис, Макимаки и Хаумея. Эрис была открыта в 2005 году и вызвала споры об определении планеты, которые в итоге привели к тому, что Плутон потерял свой статус 9 планеты. Эрис примерно такого же размера, как Плутон, и, что примечательно, более массивная. Она вращается вокруг Солнца на расстоянии примерно от 68 до 97 астрономических единиц, и на это уходит невероятные 557 лет. Поверхность Эриса исключительно яркая, что говорит о наличии на ней замороженного метана. Макимаки был открыт в 2005 году и назван в честь бога-создателя из мифологии острова Пасхи. Это еще одна из крупных КБО. Находясь на расстоянии около 45,8 AU, Макимаки требуется всего около 310 лет, чтобы достичь ее. Эта карликовая планета также удивительно яркая, что говорит о том, что у этого объекта в основном однородная поверхность. Хаумея была открыта в 2004 году и названа в честь гавайской богини плодородия и деторождения. Этот объект особенно известен своим необычайно быстрым вращением. На полный оборот ему требуется всего около четырех часов. Из-за чрезвычайно быстрого вращения Хаумея немного похожа на мяч для регби. Хаумея находится на расстоянии примерно 43 AU от Солнца, и для завершения одной орбиты ему требуется около 285 лет. Что интересно в этом объекте, так это дополнительные две Луны, а еще Хаумея — единственный известный объект в поясе Койпера с системой колец. Помимо этих трех крупнейших и наиболее известных карликовых планет, в поясе Койпера есть множество других мини-планет. Например, Седна — загадочный объект, орбита которого выходит далеко за пределы обычных границ пояса Койпера. Квауар, который примерно в два раза меньше Плутона, демонстрирует признаки криовулканической активности, чего исследователи этих отдаленных областей Солнечной системы совсем не ожидали. В целом, маленькие и порой довольно неправильные формы карликовой и малые планеты демонстрируют такое разнообразие и сложность, что ученые подозревают, что эти объекты образуют собственный мир и, возможно, имеют общую захватывающую историю. На данный момент мы не знаем, сколько еще объектов находится в поясе Койпера. Не исключено, что малых планет гораздо больше. По мнению экспертов, их может быть сто или даже больше. Это стало одной из причин, по которой исследователям пришлось провести черту, какие планеты теперь являются частью официальной планетарной системы, а сколько названий планет приходится запоминать студентам на уроках. Просто добавить сюда еще десять объектов было признано нецелесообразным, поэтому в 2006 году Международная ассамблея астрономов и космологов создала категорию транснептуновых объектов или карликовых планет. Плутон не совсем попал в книгу настоящих планет, потому что его орбита еще не до конца очищена, а значит, он не имеет гравитационного доминирования на своей орбите вокруг Солнца. Орбиту Плутона пересекают другие объекты пояса Койпера, и он делит свою орбиту с другими объектами. Загадочное скопление воды в поясе Койпера Кто бы мог подумать, что колыбель жизни может лежать здесь, в самом сердце пояса Койпера. Здесь мы находим воду, которая восходит к истокам нашей Солнечной системы. Многие объекты пояса Койпера богаты водяным льдом. Этот лед, запертый во времени и пространстве, может содержать досолнечные молекулы, более древние, чем само Солнце, и дать ключ к разгадке химических процессов, которые привели к образованию воды и органического материала в ранней Солнечной системе. Итак, перед нами ледяные капсулы времени, которые могут стать ключом к пониманию распределения воды в Солнечной системе. А значит, многочисленные замороженные глыбы льда могут быть частями строительных блоков для жизни. Изучая состав и распределение этих ледяных тел в поясе Койпера, ученые надеются пролить свет на самые ранние источники воды в нашем космическом доме, и, возможно, даже разгадать тайны, повлиявшие на появление обитаемой зоны Земли и возможность существования жизни во Вселенной. Мы пока не знаем, как вода и жизнь появились на нашей планете. Однако поразительно, что астероиды и кометы из всех вещей перенесли больше всего органических веществ. Кометы состоят из смеси пыли, льда и камней. Они также слиплись вместе на заре существования Солнечной системы, когда наша звезда была еще очень молодой, а планеты только начали развиваться. До сих пор остается, пожалуй, величайшей загадкой нашего существования, какие механизмы благоприятствуют образованию жизни и откуда она изначально взялась. Кейбиоз от 157601992QB1 до Арокота Представь себе невероятное разнообразие объектов, путешествующих в этой широкой полосе на краю Солнечной системы. Ученые, вероятно, могли бы исследовать здесь еще тысячу лет, и они постоянно находили бы новые объекты и сюрпризы. А потом подумай, насколько огромна Вселенная. Пояс Койпера со всем его разнообразием не был бы даже тонкой ниточкой волос внутри космоса, он был бы ничем. Мы можем только стоять в благоговении и уважении перед этими размерами и великолепием Вселенной. Первый обнаруженный объект пояса Койпера 157601992QB1 или 15760Albion планетоид со средним диаметром 168 километров. В какой-то момент на заре существования Солнечной системы этот объект мог стать планетой или его масса могла объединиться с другими объектами. До сих пор остается загадкой, какие процессы приводят к тому, что одни куски сливаются с другими, а такие, как 15760Albion, проводят миллиарды лет на орбите вокруг Солнца как недостроенные малые планеты. Albion был открыт благодаря тому, что в 1992 году он находился в Перегилии, самом близком к Солнцу положении. Сейчас он снова удаляется от Солнца и в январе 2018 года находился на расстоянии 41,3 AU, или 6 миллиардов 178 миллионов 392 тысячи 59,91 километра от нашей звезды. Наверное, самым странным КБО является Арракот. Изначально это удивительное явление называли Ультима Туле. С тех пор, как миссия НАСА «Новый горизонт» и внимательно рассмотрела КБО, за ним закрепилось название Арракот, что на языке индейцев племен Пуахатан и Алганкин означает небо. Это так называемый бинарный контактный объект, состоящий из двух изначально отдельных тел, которые мягко сошлись друг с другом, удивил ученых своей плоской формой и относительно гладкой поверхностью, что контрастирует с ожидаемыми характеристиками столкновений и бурных столкновений. Если Арракот образовался не в результате столкновений, то ранее неизвестные процессы формирования материи в ранней Солнечной системе могли привести к его необычной форме. Если ты любишь удивительное видео, подписывайся на этот канал прямо сейчас.